Всем доброе утро. Странно, где время еще нет десяти, а фонтан уже включен. Обычно в десять включают. Вот, десять. В таком грузовичке мусор вывозят и чистят здесь. Так каждый час. Бум-бум-бум. Я тут себе разогреваю. Вот, какой он уже разогрелся. Вот. И сейчас будем усики удалять. У таракана усики и у Оксаны усики. Я специально не накрасилась. Вообще, по-моему, у меня что-то это, простывать начало. Горло как-то побаливает, что ли. Не побаливает, а как-то щипет. А что у меня тут все красно? Вот. И как-то не пойму. Не пойму что-то. Надо какие-то меры предпринять. Выпить чай с лимоном или еще что. В общем, посмотрим. Так же будем красить. брови. У нас кто-то помер. Бьют колокола. Надеюсь, не одна из моих клиенток. Сейчас кто-нибудь придет, узнаем. Так вот. Каждый раз. И ничего на свете лучше нет. Сначала крашу хвостик. Рисуем форму. У меня нормально еще брови, но как бы можно подкрасить. Обычной краской для волос беру. Пятый номер. И красим. Держу где-то минут пять-десять. Вот так. Если есть брови с сединой, то лучше держать все полчаса. Чтобы хорошо седина закрасилась. Вы знаете, есть очень много бровей с сединой. У меня клиентки приходят. Прям вообще. Я их называю Мама Ноэль. Ну, это типа Санта Клауса, Дед Мороза и Снегурочка. И вторую бровку так же. Пятый номер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умерла не женщина, а мужчина какой-то. Здесь, как это распознают, когда начинают бить, не знаю, колокола, они, если два раза, то женщина, если три раза, то мужчина. И в конце тоже, как бы заканчивают вот так, пум, 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 то это мужчина. Так что клиентка моя, мои клиенточки все живы и здоровы, надеюсь. Почему мои клиентки? Потому что мои, я говорила уже, у меня 60% клиентов это бабушки, которым 80-70, знаете, вот, и, ну да, 60%. И поэтому я говорю, вот, так как возраст уже такой пожилой, скажем так, все мы под богом ходим и, в общем, пускай живут здоровыми и долголетиями. Поставила сковородку. Сейчас туда добавлю немного масла. Порезала здесь 5 зубчиков чеснока. И сейчас буду его обжаривать до золотистой корочки. Что же такое будет? Будет вкусняшка. Порезала. Здесь упаковка сосисок. И она тоже отправляется к сосискам, ой, к сосискам, к чесноку. И вот как только чеснок начинает золотиться, прям вот, прям ток-ток начинает золотиться, мы засыпаем шпинат. Шпинат кто как любит. Вы знаете, вот из этой упаковки потом нифига ничего не будет, потому что он потом весь, как бы, сдуется, что ли, да? О, мангол. Смотрите, как шпинат сдулся. И сейчас добавляем вареную фасоль, которая у меня чуть промыта. В банках готовая уже. И обжариваем уже до готовности. Солим по вкусу. И это очень вкусно. Половина сосисок сожрет Чарли. Огурчик порезала. И здесь у меня чай с лимоном и с медом. Вот. Я вчера увеличила нагрузки в спортзале, наверное, в три раза. Вот. Потому что тренер говорит, вы уже давно здесь, надо вам увеличивать не нагрузки, а вес гири, вес штанги. Короче, и у меня ноги так болят, как в первый раз. Вообще пипец. Вот. Хожу сегодня, как робот. Робот, робот, робот. В общем, буду кушать. Всем приятного аппетита. Вышли с Чарли погулять. Заодно зайду в аптеку, куплю витамины, которые я всегда пью. Чтобы иммунитет поднять, а то что-то вдруг я заболею перед отъездом. Но это вообще как? Это вообще никак. Так, пошли, Чарли. Вот. И витаминчики, значит, возьму. И парацетамол. Ну, типа, террафлю. По-моему, нашу российскую, или как там его называется. Вот. Потому что, как бы, я хочу еще в спортзал идти. И пропускать меня очень как-то не хочется ничего. На улице очень тепло, но поднялся витроган. Ну, прям жаряще вообще. 23 градуса показывает. Моя метериостанция. У меня же теперь своя собственная станция есть. Вообще пипец. Вот так вот. И она показывает 23 градуса на улице. И дома 20. Вот так вот и живем. А дома холоднее, чем на улице. У меня было все открыто. Но поднялся сильный ветер. Пришлось все закрыть. В общем, пошла я. Спортом заниматься. И за витамин. Красавец. Встретился на нашем пусте. Прям классный. Такой красивый. Пятнистый. Купила эти порошки. Вот. Ну, там парацетамол, все дела. Но витаминов... Витамины не купила. Забыла, как называются. А в интернете, посмотрите. Нету интернета. Закончился. Весь истратила телефонный. Я уже вчера вам говорила об этом. Вот. Сейчас посмотрю. У меня там около моей этой есть аптека. И туда зайду. Тут такой бардак. Чемодан, белье разложено. Надо все это сейчас разложить. Видите? Тазик. Потому что завтра еще белье стирается. И я. Мокрая вся спина. Но ветер какой-то пронизывающий. Поэтому надо куртку надеть. И все. Иду в спортзал. Встретила одну женщину. С которой мы занимаемся вместе. Она такая. О, ты так укулючена. Я говорю. Он вчера... Она, а я смотри. Идет в одной блузке. Там. Я говорю. Вот я вчера тоже так ходила. А сегодня говорю. Что-то горло начало болеть. У меня гриппы так основного почти никогда не бывает. Я даже прививку сделала. Но у меня проблема горла. Всегда вот как если что. Ну. Не если что. Просто надо было витамины выпить. То горло болит. Вот. Ну. Думаю. Справим эту ситуацию. А если нет. У меня на пятницу все равно к врачу записано. За анализами. Помните. Я сдавала. И пусть он меня лечит. Потому что воскресенье должно быть как огурчик. А как иначе мне уже это воскресенье улетать. Да. Так вот. Все. Переодеваю штаны. И на су-су-сумбу. Я уже дома. Сейчас заварю себе чай. Знаете. Я сегодня такой вывод сделала. В общем. Ну как вывод. Не сегодня. Я давно уже заметила. Что. Вот например. Когда. Сейчас пример скажу. Даже как объяснить не знаю. В общем. Сегодня у меня так. Пока одевалась. Там от Дэзика упала крышка. Да. И мне женщина такая говорит. Типа. У тебя. А. Я подняла ее. Она говорит. Больше ничего не упало. А там музыка. Не слышно. Ничего. Я такая. Че. И она мне знаете. Вот многие так. Не первый раз я замечала. Вот. Видят. Ну. Мне видно. Что я иностранка. Нифига не испанка. И она значит. Такая мне. Чуть ли не по слогам. У тебя больше ничего не упало. Я так думаю. Что подэзду. Что она думает. Что я не умею. Разговаривать по испански. Не понимаю. Нифига. И вот она мне такая. По слогам. Типа. Говорит. Больше ничего не упало. И я ей такая. Ну. Не на чистом испанском. Конечно. Я сама не знаю. Люди говорят. Что у меня небольшой аксан есть. Но. Несильный. И я ей такая. Типа. Не. Ничего не упало. Говорю. Я говорю. Типа. Крышка живая. Грови из рук выпрыгивает. Вот. И у людей такая потом реакция. Какая-то. Знаете. Типа. То же самое. Как с моим именем. У меня. Здесь. Ирина. Ирина. То есть. Тут. Ирина. Пишут. И они. Типа. Как тебя зовут? Ну. Я им говорю. Оксана. Ирина. Они все думают. Что. Ирина. Это мое имя. И. Даже из банка. Мне когда звонят. Или вот. Много раз говорила. Мой. Бухгалтер. Он всегда меня зовет. Не Оксана. А Ирина. Я уже и не протестую. И то есть. Когда я им говорю. Что меня зовут Оксана. Ирина. И они. Как бы. Знаете. Такие вот. Я же не русская. У меня должно быть супер длинное. И непроизносимое имя. И вот они такие. Все. Я говорю. Они такие. И. Как бы. Знаете. Такое ощущение. Что типа. Как это так. А где сложное имя. А где я сложно выговариваемые слова. Вот. Так и тут. Тоже. Она такая. Типа. Ой. А ты по русски. Ой. По русски. По испански. Выговариваешь. Вот так вот. И так многие. Кстати. Я замечала. Кто-то варит бульон. Из соседей. И такой запах ставит. У меня же тоже есть бульон. Во. Сейчас тоже один съем. Пойду. У мужа спрошу. Хочет он. Я ляу. У нас 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 ляу. Типа. Ну а лимон? У нас ляу. У нас ляу. Знаете, они привыкли. Вот супчики такой сейчас заварю себе. И пьют его вообще все бульоны с очень-очень много лимоном. Вообще говорят, это полезно такие бульоны пить с лимоном. Но вкус-то какой кислый. И все. Я так чуть-чуть добавляю. Вот он говорит, много-много лимона. Где у меня вторая крошка? В общем, вот такие дела. Сейчас заварю. Кстати, мне не продали. Хотела. Вот я один, одни всегда пила. Ну, одни порошки такие всегда брала. А сегодня пошла. Она говорит мне, а его нельзя, типа, без рецепта продавать. Я говорю, а почему? Она говорит, а там какой-то компонент, который вот выяснили, что он плохо влияет на организм человека. Представляете? Обычный какой-то вот, типа, там, парацетамол и вот всякие эти штучки. И вот она говорит, она какой-то компонент сказала, говорит, он очень плохо влияет на здоровье. Так смешно. Ну, не смешно, а вот каждый год что-то выявляют. Одно, было плохим, стало хорошим. Потом и наоборот. В общем, вот так. Я, кстати, сегодня в бане напарилась. Вообще прям. Я, знаете, что подумываю, взять какое-нибудь масло, ну, типа, лавандового, и вот на эти камни побрызгать. И вот, чтобы дышать этими парами. Я так тебе натопила. Потом зашли женщины, они мне говорят, ох, ох. А я прям лежала, дышала, дышала, чтобы все мои легкие продышались этим горячим воздухом. И вы знаете, прям действительно стало полегче. У меня как-то вот тут вот все вот так вот не валит, ничего нету. Ну, вот как-то, знаете, пощипывает. Вот. Ну, прям вот сейчас я надышалась этим прям вот горячим воздухом. И мне стало прям так хорошо. Лицо почистила. У меня с собой щеточка всегда есть. И скрабик. И вот я всегда там чищу, чищу. И у меня маска есть, которая не смывается. Тоже ей намазалась. Намазалась и усю. Все процедуры сняты, сделаны. Так, ладно, будем заваривать супчик в пакетике. И это будет мой ужин. И чай. Чай с лимона нет. Надо завтра лимоны купить. Вот. Лимончики купить. И кое-что я завтра еще куплю. Если, конечно, куплю. Так что подписывайтесь на канал, чтобы увидеть, какую там я лантеру. Вообще, надо уже покупать хамон и всякие мясные изделия, чтобы завтра уже четверг. Представляете? Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Всего самого вам наилучшего. Ждете мои поездки? Я еще не верю. Но скоро все будет. Главное, не валять. Так что всего самого наилучшего. Всем пока-пока-пока.